Привет! Такая молодец, да? Что у нас такой сладенький, да? Молодчик такой у нас так. Мама, держите здесь, пожалуйста. Два раза в неделю в детской поликлинике Видного день здорового ребенка. Каждый вторник и четверг открыт прививочный кабинет, где маленьким пациентам, предварительно посетившим педиатра, проводят вакцинацию в соответствии с их возрастом. На сегодняшний день в России детей в обязательном порядке прививают от таких грозных заболеваний, как гепатит B, туберкулез, полиэмилит, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, паратит и краснуха. Прививки от этих болезней введены в национальный календарь. Их делают сын детям бесплатно. Первая вакцинация производится еще в роддоме, а потом родители уже сами приводят малышей в поликлинику на прививки. Ваши малышки только что сделали прививку. Какое ваше отношение к прививкам? У меня положительные отношения. У меня это уже третий ребенок. И всем своим детям я делаю прививки по сроку, вовремя, все, которые положены. Уверена, что прививки делать нужно. Я делаю прививки все соответственно с возрастом. Но, к сожалению, в последнее время появились родители, которые не вакцинируют своих детей. Модной темой стала пропаганда отказа от прививок. На просторах интернета можно без труда найти мнение псевдоспециалистов, которые безосновательно заявляют о вреде вакцинации. Эту негативную тенденцию заметили и власти федерального уровня. В Министерстве здравоохранения даже заявили о возможном введении наказаний для родителей, которые не хотят вакцинировать детей. Как бы то ни было, врачи предупреждают. Отказ прививаться – это безответственный подход к здоровью. Своеобразная русская рулетка. Когда уже все несколько поколений привитых, вот теперешнее поколение, от прививок почему-то отказываются мамы. И когда спрашиваешь, почему, мы так решили. Мотивации никакой нет. Они почитали в интернете. Я считаю, что родители, которые не прививают детей, оставляют их на естественный отбор. Риск появления каких-либо негативных реакций на современные вакцины неизмеримо ниже, чем риск осложнения самой инфекции. В пользу прививок говорят и цифры статистики. К примеру, на корь приходится до 4% случаев смерти среди детей младше 5 лет. Мой совет, понимаете, и как женщины, и как доктора, мы прививаем своих детей, чтобы родители доверяли медработникам, доверяли врачам. И прививали своих детей, защищая их от различных заболеваний. Родители, помните, что вакцинация – это та самая необходимая доступная защита детей. Она в ваших руках. Екатерина Коваленко, Владимир Бижонов и Елена Кошелева. Видное ТВ.